9 ноября в здании Ядовирусской префектуры Департамента полиции и погранохраны состоялся очередной брифинг для прессы на темы безопасности. Старший служащий по охране правопорядка Ихвистского отделения полиции Анника Эльм подробно остановилась на главных болевых точках в дорожном движении на примерах разных происшествий, обратила особое внимание на статистику правонарушения за рулем, отметив все-таки положительную динамику к снижению общего их числа. Тармо Антон, руководитель спасательного региона Ядовиру, заострил внимание на безопасности жилья, отметив тот факт, что в огромном количестве частных домов и жилых помещений по-прежнему отсутствуют надлежащим образом работающие дымовые датчики, что является причиной несчастных случаев при пожаре. Кроме того, он рассказал о том, какие методы предпринимает спасательный департамент для сокращения количества пожаров и провизиты на дом в рамках программы «Пожаробезопасный дом», назвав нелепыми выдумками утверждения, что якобы эта программа служит только цели оштрафовать домовладельцев за отсутствующие дымовые датчики. Ну и в завершении брифинга Иван Никитин из департамента шоссейных дорог региона Ядовирума поведал журналистам общие статистические данные о дорожном хозяйстве Эстонии и нашего региона в частности, а также об особенностях зимнего содержания дорог. Телеканал «Литес» попробовал добиться от Ивана Никитина конкретики в вопросе, когда же, наконец, будет построен безопасный перекресток Нарвского шоссе и улицы Яма с продолжением на Уйколо. Из быстрых способов, которые мы могли сделать, приняли следующие меры. Решено было установить ограничение скорости в 70 км в час. И в 2014 году выстроили освещение на данном перекрестке. На данный момент департамент составляет предложение о ликвидации опасных мест и строительстве новых участков дорожных в 2020-30-х годах. Данный перекресток, я думаю, займет одну из первых строчек в данной программе. Один из методов, а также одна из возможностей – это строительство виадука. Конкретно каких-то проектов или какой-то деятельности на данный момент у департамента нет. В общем и целом откровений не было, как и особого интереса к мероприятию, что доказывает полупустой зал для брифинга.